по наконечникам есть какое предпочтение ну мне нравится fix it black вот монтеги которых у нас они тоже представлены на конечно просто закомнил хорошо он обслуживается супер то есть если ты не нарушила геометрию он всегда легко подправляется на обычном точильном камне летит идеально и опять-таки игру и можно пулять и кабана там 40 килограмм и охотиться также на лось раскрывашки раскрывашки имеет место быть скажем косули ну то есть раскрывашки я использую на животных до где-то там 100 120 килограмм не больше потому что кинетическая энергия стрелы сильно теряется при раскрывании но же зависит от конструкции наконечник вот и проникающей способности где-то на 20-30 процентов она снижается то есть раскрывашки пробить там хорошего 8 мы практически невозможно обратно этого пробьет там насквозь мы стремимся к тому что стрела пробила как бога оба легких есть курс а и бэп так называемые в свое время очень там скажем ну не настойчиво пытался продвигать так массы это международный интернешнл буханте коллекцион программ придумали американцы стандарт по сути такой охот минимум еще вот в начале там 2010 и дальше год я проводил семинары достаточно большое количество людей через них скажем так прошли это как раз те базовые знания теоретические которые мы давали то есть я свое время аккредитовался международном сообществе у нас есть европейской федерации я вице-президентами и состою от россии вот это базовый стандарт то есть вот в течение двух дней я проводил такой курс тренинг сдавался практический экзамен мы выдавали такие сертификаты они у нас легитимность тогда не имели вот ночью то есть существует курс и если будут желающие его можно в общем так реанимировать и проводить как бы заново это не то случайно my bio федерация не от нее курс нет это курс на сайт айбек есть бухан тинг интернешнл а американская организация международная вот это их не стандарт один из он не он ни один но по сути в той же америке там в каждом штате штате свои правила охоты вот он скажем так принят большинство мы по сути те каноны которые декларируют каждый там штатов организации то есть он его можно транслировать там ну на любое единственное в каждой стране есть своя специфика визе законов ну скажем если брать по европейским странам ну где-то допустим ограничение по видовому составу там в той же финляндии то есть максимум кого-то можно добывать с лука это только косули у французов у них самая доступная скажем так охота с луком то есть они там практически все могут добывать слуг скажем родину робин гуда великобритания охота с луком невозможно то есть там закрыто вот в каждой стране есть свои как бы там нюанс даже германия все немцы ездят охотятся во францию там с луком все хорошо но этот курс айбэп это игру это ход минимум то есть начинает на часть анатомия животного приманивание тактики стрельбы общей настройки лука вот эти знания базовые мы все даем то есть туда может пойти человек который вообще в луках да не разбирается он должен быть охотником потому что охотника проще научить или прям в разы что-то добывать с лука нежели взять чемпиона сейчас какой-то мастер спорта по стрельбе из лука это будет небо и земля потому что охотнику нужно просто научиться стрелять из лук это можно сделать достаточно быстро при определенном науле то есть свое время компания интерлопер да который ты тоже знаешь вот эдик харчевников который там свое время там работал вот у меня там за один день научил стрелять из лук другому пришел да у меня тренер тоже всегда говорил что если умеешь стрелять из чего-то из одного значит и всего остального тоже запросто наш проблема этому вот эдуард харчевников научил меня стрелять из лука и все я через месяц уже был там с первыми трофеями